ребят всем привет и сегодня 21 января 2022 года и на сегодняшний день все новогодние праздники уже закончились завтра я буду разбирать елку а сегодня я хочу сделать обзорчик к сожалению по приезду я не сделала этого так как мы с мужем заболели было честно говоря не до того ну и новогодние праздники нас чуть-чуть расслабили мы заболели с мужем еще на море хватило буквально пяти дней я погода я все это покажу в новом ролике новогодний выпуск уже готовится и там я покажу прекрасно погоду какая нас сопровождала все эти 10 дней ну и к чему соответственно это все привело давайте сегодня поговорим больше об орхидей как наших и если вы заметили то она у меня перед новым годом очень много было посылок у меня хомяк сорвался обычно зимой я сдерживаюсь чтобы не рисковать растюшками не рисковать да и вообще не расстраиваться ну вот в этом году как как никогда точнее в прошлом году перед новым годом действительно посылки 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 пересадки пересадки и что-то вот именно обзор самой коллекции я часто упускала с моря я уже выпуск один сделала комнатные цветы как которые там живут у нас в бердянске ну а сейчас давайте поподробнее за мои растения поговорим перед отъездом я за двое суток поливал растение методом пролива по краю горшка в поддунах воду нигде не оставляла и методом погружения них не поливала то есть я их не погружала воду перед новым годом я получила одну реанимашку но это так тоже эксперимент надеюсь у меня получится не знаю еще и вчера буквально точнее не вчера а на днях появилась идея у меня пустовало место как говорят это пустое место не бывает и я сюда расположила некоторых малявок но я смотрю солнышко сюда не попадает надо ближе к окошечку поставить тут у меня расположилась реанимашка люды мания детка соуклоуд тоже детки деткуется непонятно что с ним чайда стеси детка тоже замечательно развивается растет у меня позавчера был полив я их всех уже рассматривала и из 5 января уже неоднократно их пересмотрела малявка микс тоже замечательно развивается и будда трезер не знаю достану или нет тоже неплохо себя чувствует корешки наращивает в общем в активном росте некоторые сорта я показывать не буду так как это все будет показываться позже в процессе здесь у меня расположился green world и ринг в активном росте ничего не могу сказать без всяких проблем единственное тут некоторые акценты буду делать тут у меня purple martin он решил сам себя омолодить то ли дедку дал с точки роста то ли я вообще не могу понять то есть я его переукореняла еще прошлом году весной укорачивала стволик и за счет воздушных корней переукореняла собственно говоря с корнями у него все хорошо то есть и на обратной стороне тоже самое просто одной рукой вертеть не очень удобно ну вот что с ним происходит я так понять не могу что-то вот в нем не так хотя до этого был рост нормально вот какие-то произошли изменения что он решил детковаться из точки роста ну я так предполагаю орхит вот это моя домашняя с ней все в порядке pink be полностью распустилась как по мы приехали и увидела ее полный распуск такая красавица один бутончик отсекший я сегодня сняла ребятушки вот это пятна все переохлаждение вот четко и качественно показываю чтобы просто многие не писали что это бактериалка гниль там вредители еще чего-то все с растением в порядке только единственное что этот лист достала переохлаждение видно и до отъезда эти пятна были но как по приезду я увидела что они усилились ну сейчас они не распространяются сегодня солнышко замечательный денек тучки уже все распогодилось прелесть pink be собрался еще продлевать цветение смотрю и так и тут у нас еще есть цветоносик второй уже наливает бутошки тоже замечательно себя чувствует хедовую чувствую что по весне некоторых придется пересаживать джой хэритейл испытывает наше терпение он перед отъездом тоже наливал бутошки сейчас вот солнышко раскрылась и он прямо на глазах начинают показывать уже свои такие вот клычки третий бутончик сожалению пожелтел ждем скоро вот на днях сегодня завтра может распуститься если солнышко порадует нас своим теплом и светом golden treasure когда я уезжала у него были просто налитые бутоны и уже вот-вот должны были вот знаете как лопнуть но к сожалению свечения так и не увидела роспуска пришлось уехать и по приезду я увидела такой шикарный букет меня встречал дома очень теплый такой знаете солнечный на улице холодно зима пасмурно и тут такой вот яркий букет тебя встречает это просто невероятно было красота он действительно очень красивый сейчас солнышком чуть-чуть нагреет я еще понюхаю а может он пахнет у него много сейчас появилось название buttercup yellowcup arezzo садовник уже изгаляется на пупе не знают под каким названием его продать вот рядом здесь расположилась это тестовый сорт его я приобретала и без названия под позже я узнала что это тестовый сорт он собрался продлевать цветение вот и здесь и здесь на веточке вот тут ответвление пока спит там пробуждает ничего не собирается хотя по моему там микро бутончик и он пожелтел некоторые растяжки сейчас все-таки холод доставляет нам неудобства чуть дальше расположился здесь меня little snow который я в свое время в прошлом году перепутала с бургундией бургундия у меня стоит вот она у меня таки появилась в коллекции вот она фарфоровая красавица несмотря на то что она стресса ну а после пересадки мне написали что это стрессовый сорт и она стресса ну а прям на глазах когда я ее пересаживала тоже бутончики отсушила но три цветочка все-таки распустить успела так что мы еще порадуемся продленным цветением и кстати она буквально пересажена вот третий день замечательно вписалась в этот горшочек мы к ним еще вернемся я сделаю отдельный ролик и покажу все вместе вот little snow как у нас хочет пышно процвести превосходный водопадище наверно будет он действительно тоже щедрый сорт на цветение я смотрю и принялся хорошо и посадка ему понравилось так тут у меня вот это вот непонятно пенек будет жить дальше или нет тут меня на подвеске расположилась я местами поменяла и освободила 2 2 корзинки для новиночек скоро будет да проговорилась и здесь расположился fuller sunset детка на пне мне нелочка дарила тоже хорошо развивается там корешки он есть не знаю видно или нет вот так вот покрутить повертеть солнце забиляет ничего не вижу я не я не камера но там корешки есть замечательно тут у нас баяма собралась цвести после изучения она честно говоря очень щедро любит цвести я вот за это переживаю честно говоря после пересадки чувствует она себя неплохо ну как по мне хотелось бы чтобы она выглядела лучше солнышко прилило все тает уровень сорбет замечательно себя чувствует выращивает новый лист но наш отъезд потерял тургор восстанавливаем тут у нас тайсука кобальт тоже видите прохлада достает по листу и кстати она уже требует пересадки потому что вот на просвет вот видно и на просвет и не на просвет какие листья видите то есть опять нас прохлада достает ну у нас новый листик корешки все как положено растем дальше у меня чейда стейси мамаша с ней все в порядке суверелекс на два цветоноса собрался цвести тоже там чуть-чуть холод достал но это еще и как оказалось стареющие листья так понимаю тут у меня освободилась корзинка скоро новинка приедет поставим тут у меня зора мата чувствует себя тоже уверенно вот пересадка ему понравилась тут у нас у лиадоры цветонос уперся прям в лист не знаю как она выкрутиться как говорят они это не мои проблемы хотела чуть-чуть вот здесь лист надрезать думаю зачем повреждать растение она сама выкрутиться куда ему надо корешки все при ней как говорится тень все заслоняет ничего не вижу там корешки есть и новый листик дорастила практически может в скором времени еще один даст дальше у нас есть небольшая проблемка но я перед отъездом и увидела и тщательно наблюдала на первом растении это у нас уйдни деточка была полтора или года на или два года назад снята с цветоноса вот внутренний лист вот такой вот и собралась цвести впервые в жизни вот у нас и с обратной стороны то есть я очень переживала что пойдет внутрь к счастью этого не произошло лист растет дальше и по моему уже перерос эту проблему но пока мисс еще рано радоваться будем наблюдать за этим и такая же проблема у нас на иероглифике еще раз повторюсь перед отъездом я это все чуть-чуть почикала но больше повреждать лезть не стала потому что он был на половину меньше до отъезда и я боялась его просто сломать вот так фигня сейчас я покручу и с обратной стороны тоже самое то есть вглубь проблема не ушла она осталась только по верху но это все переохлаждение было все таки прохладно солнышка не было вот такие печальки бывают иногда проявляются по листу здесь мне расположилась карибиан sunset есть пилорик три липс на два цветоноса корешки нормальные у него тут тоже корешок боюсь чтоб не сломать поставлю обратно так black pearl собрался цвести лось просто здоровый огромный гигант уже вырос хорошо это тот которого мучнистый червец я лечила на нем особо юки дан жирует у него корешки просто отменные вот ничего не могу сказать вот на расстоянии кручу надеюсь видно ну и слоник такой уже ого-го элен мамашу мы потеряли но сегодня я разглядывала увидела новый листочек она пытается дать она этот чуть-чуть не дорастила но она хорошо углубилась в горшочек закрытой системе сидит старый лист уже отмирает сам по себе ну в общем вот так вот будем надеяться что все сложится удачно это у меня особо прайд golden star тоже очень такая знаете но ту году в самом развитии вот корешочки уже углубляются старые она тоже то теряет часть потеряла часть осталось видите то есть ну как-то она медленно медленно и массу очень с трудом так наращивает общем скупердяйка тут у меня новый испеченный суго лауренс приехал я уже быстренько чтоб не затягивать процесс был где-то корешок вот он прямо около надписи вот был желтоватый это старенький и вон там пробудился сейчас запарена пошла по солнышку на солнышке и корешочек уже дошел до керамзита микс мамаша у нее корешок спереди корешок сзади 2 2 листочек лизит чудная малышка хотя она мамаша и вот кстати от нее детка то есть обе живы здоровы все нормально тут у нас мы самый прекрасный сюрприз ждем это что-то черное будет это тоже был подарок от замечательной девушки black beard brazos я надеюсь что это он потому что мы еще две бирочки там находили на red сезам вряд ли будет походить golden beauty тоже отпадает по бутонам вижу уже не то то есть я вижу что будет что-то вот восковое черненькая в ожидании в ожидании чудо рыженькую мою кто помнит я реанимировала фу-фу-фу ребята за те 10 дней которые я отсутствовала в худшую сторону изменений не было никаких переохлаждений ничего нас не доставало по поводу нового листа ничего не скажу нету это которая рыженькая с деткой приехала очаровательный сорт цветочек мне понравился у нас было пять цветоносов но сейчас осталось три и четвертый на четвертом детка и из-за которого была проблема шеи вот я ее лечила вроде проблема миновалась там у нее начали отмирать корни только потому что видно все таки по в посылке и и холод достал детка на пне это наш вилле я ее образно называю тут листики он сизый красивые тут у нас четвертый лист красивый то есть у меня получилось вырасти детку на пне корни у нее там тоже замечательные может быть по весне я посмотрю уже может быть даже отделять ее буду у нее шикарные корешки тут у меня розовая выигранная расположилась тоже у нее и корешочки здесь хорошенькие с одной и с другой стороны тоже тут у меня эвелин расположился тоже у него корни начинают углубляться уже в горшочек и вредика собралась цвести ну не знаю под вопросом тоже лауренс реанимирую не будем заострять внимание орхид волт новенький который приехал тоже перед новым годом ну за месяц-полтора может быть где-то в ноябре наверно приезжал или в декабре в начале с деткой замечательно сидит вообще без проблем спанчбоб у него была проблема на шее я так испугалась что даже цвести ему не дала если я знала что все замечательно закончится вот цветоносик еще даже не отсушился молоденький маленький ладно пусть масло наращивает тут у меня рим на удивление в этот раз у меня получилось с ним подружиться и он нам дал новый листик он уже отцвел часть корней тоже потерял часть корней у нас осталось то есть уже горшочек начинает зацветать цветоносик уже отмирает вот один уже отмер второй отбирает так что великолепно я очень довольна результатом странно что я в первый раз с ним не подружилась тут у меня леди мармелад тоже корешки дает разрастается цвести пока не собирается у нее там два старых цветоноса видно она силы много тратила пока она ко мне приехала то есть пока миссии от нее ничего не жду карненгиана замечательно растет тут плохо видно карненгиана это новенькая маленькая приехала ну соответственно тут все вот у нас активные корешочки стояла без кашпо она вот по внешнему виду как сухая я решила поставить в кашпо ну вот она даже лучше себя стала чувствовать амбайненсис начал отжелтевать старый листик вот новый корешочек вот старенький что-то закуплился цветонос тоже спит пока не собирается вот новый листик доращивает уже такой ух уверенный здоровенький как бы так солнышку повернуться господи все что раторию чтобы быстрее все успеть бы я уже третий раз снимаю все что-то упускаю валенсия моя жива-здорова все нормально она очень хорошо начал активничать в корнях в корнях извиняюсь удар не туда и я ее просто закрепила потому что она чуть-чуть болтала шаталась боюсь что новые корни могут сломаться я здесь расположила на бывший аквариум это каменная роза она собралась цвести и даже дала ответвление не знаю как пышно она нас порадует просто я очень переживала что она часть корней потеряла и может сил не хватить ну пока мисту тьфу тьфу корней вроде более чем достаточно и слава богу что на один цветонос они на 2 тут у меня стоит это сурсон он нам листик дал хотя он старый не дорастил но он с ним приехал вот новый листик дал новых корней пока нет бургундию я показывала тут у меня расположился снежный барс он же лесбуа он же у нас теперь уже купит спирит шикарно цветет крупный цветковой 9 сантиметров цветочек и идет цветоносный каскад фотографию найду обязательно вставлю осталось вроде бы как три растения дикий кот поразил меня своим и то что он долго цветущие это что он ему понравилась и посадка он сидит у меня так в кашпо там на дно чуть-чуть водички корни тоже там может видны не видны не знаю я его вижу этот корень вон он зеленый но так вот его не видно и тут у основания какая-то пипка я не знаю когда она появилась может она с ней приехала может он с ней приехал может еще как-то но он до сих пор держит цветы вот я брала его до нового года ну почти сколько там в начале декабря что ли или в конце ноября до сих пор еще стоит цветет но вот уже постепенно постепенно начинает отцветать продление я не вижу хотя вот спрятался все таки на один-два бутылки еще может продлить у нас расположился басл мультяшка тоже в корзинке сидит великолепно себя чувствует в корнях опять активничает чуть не сломала веточку чуть-чуть у нас такая пышненько будет на одном цветоносе и на втором и шикарный бордо нас решил порадовать продлил цветение здесь веточка и третья веточка вот здесь пробудилась вот так что у нас такая вот замечательная красота ладно ребятушки на этом я хочу ролик завершить ну и на этом я хочу пожелать вам хорошего дня отличного настроения и ждите новые выпуски в скором будущем пока пока